За реализацию проекта отвечал тогда Алексей Чичканов. Сегодня его в правительстве уже нет. Но результат остался. Город до сих пор живет без современного мусороперерабатывающего завода. А старые, как в очередной раз пришлось признать чиновникам, не соответствуют никаким нормам. Сегодня нет заводов. Те заводы, которые были созданы в 70-х и 80-х годах, выработали свой ресурс, они не производят переработки твердых бытовых отходов. Петербург сегодня перерабатывает всего 4% отходов. Цифра катастрофическая. Все остальное отправляется на полигоны. Насколько это небезопасно, показал недавний пожар на свалке, расположенной на Волхонском шоссе. Рекультивировать все городские полигоны к 2015 году призвал подчиненных губернатор Георгий Потавченко. Кроме того, население будут продолжать приручать к раздельному сбору мусора, несмотря на кажущуюся бесполезность процесса. Мечтать о том, что завтра или со следующего понедельника все жители нашего славного города начнут активно заниматься раздельным сбором мусора, это просто наивно и смешно. Но во многих странах это уже происходит по одной простой причине, что людей тихо и спокойно к этому приучали. На все это мусорное великолепие в ближайшие 8 лет город готов потратить, как уже было сказано, без малого 60 миллиардов рублей. И, конечно, не все из бюджета, часть денег дадут инвесторы. Кстати, об инвесторах. Вслед за председателем комитета по инвестициям из Смольного, похоже, уходит и глава экономического ведомства Евгений Елин, один из последних долгожителей городского правительства. По данным городских СМИ, ему предложил работу новый губернатор Ленинградской области. Субтитры создавал DimaTorzok